Любой компьютер, каким бы мощным он ни был, рано или поздно начинает работать не так, как хотелось бы, и это, мягко говоря, расстраивает. Конечно, это хорошая практика покупать комплектующие с запасом по мощности, чтобы их хватало на долгое время, но это дорого и не все так делают. Тем не менее, когда компьютер начинает тормозить, это не очень хорошо, и в какой-то момент его может даже не хватить элементарно на запуск Windows 11. Поэтому сейчас мы будем разбираться, в какой момент это происходит, как понять, что пора менять комплектующий или весь компьютер, и сделаем это все по порядку. Вначале напомню, что если вы смотрите это видео не на ВК, подписывайтесь на нас там, там у нас будет появляться новый контент, и с учетом всех особенностей последнего времени, возможно, там мы будем видеться чаще. Сразу скажу, что какого-то единого совета по поводу того, в какой момент нужно менять комплектующий, не существует. Все потому, что у всех разные требования. Кому-то достаточно вот такого старого толстого ноутбука, который запустит буквально браузер и пару вкладок, а кому-то подавать 4К гейминг с максимальным FPS и всеми вытекающими. Но парочка универсальных решений все-таки есть. Помимо простого желания просто иметь самый мощный компьютер, есть все-таки несколько объективных критериев, на которые стоит обратить внимание перед тем, как вам придется купить новый компьютер или проапгрейдить старый. И давайте обсудим некоторые основные из них. Все комплектующие системного блока имеют определенный ресурс, и он может сокращаться быстрее из-за высокой нагрузки на компоненты или из-за круглосуточной работы компьютера, например. И лучше позаботиться об этом заранее, то есть заменить их до того, как они начнут работать нестабильно или вообще отказывать. Каждый компонент ПК имеет собственные характеристики и собственную производительность, но требовательность современного ПО постоянно растет. И если когда-то нам было достаточно 512 мегабайт видеопамяти, то сейчас вам всем подавай 32 гигабайта, а то и больше. И это не зависит от того, что вы пользуетесь, например, только играми или занимаетесь 3D-моделированием или делаете видео, и вам постоянно нужен рендеринг. Это даже актуально для таких приложений, как все тот же Chrome, который очень требователен к системе. И старых компьютеров ему просто недостаточно. Если уже говорить об использовании в работе, то современный контент стал очень мощным и сложным. И в том случае, если вы используете компьютер для видеомонтажа, то к апгрейду надо подходить соответствующим образом. Как минимум надо докинуть в компьютер несколько мощных и быстрых накопителей, естественно SSD. А желательно еще и докинуть оперативки, потому что вам же всем подавай контент в 4К, а для этого нужна соответствующая вычислительная мощность. И тут важно дополнить то, что если вы используете компьютер для работы, то он просто обязан работать быстро и мощно. Потому что, во-первых, вы получите больше удобства во время работы, а во-вторых, вы экономите свое время. А время в данном случае это деньги. Ну что вы время? Время деньги. Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. Куй железо, не отходя от кассы. И если вы постоянно смотрите наш канал, то наверняка видели кучу роликов, в которых я рассказывал о том, как правильно подбирать компоненты друг под друга и как не совершить ошибки, если вы начинающий пользователь и начинающий сборщик компьютера. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики, потому что впереди будет много всего интересного. Но, если вы хотите собрать компьютер самостоятельно и вложить в это свою душу, можете воспользоваться конфигуратором. Например, на xcomshop.ru есть бесплатный конфигуратор, который позволит собрать компоненты друг под друга и посмотреть, сколько будет стоить такая система. Ну а потом, если надо будет, в один клик отправить на сборку. В любом случае, вначале вам нужно определиться, для чего вам нужен компьютер и какой у вас бюджет. А потом уже, смотря на отложенную котлету денег, думать, что вы готовы сделать. Купить новый компьютер подороже или проапгрейдить его подешевле. Если вы не сильно разбираетесь в компьютерах, то у вас есть два основных пути, как правильно сделать ваш компьютер более мощный. Первый, более сложный, надо будет потратить немного времени, но он более дешевый. Вы можете проапгрейдить некоторые компоненты. Для этого вам надо разобраться в них, понять, что они из себя представляют, что вам нужно и после этого просто купить их. Более дорогим, но более простым способом будет купить готовый компьютер. Там есть свои минусы, но если вы не очень хорошо в этом разбираетесь и не хотите тратить время, то вам действительно проще будет купить просто готовый компьютер. Конечно, кроме тех случаев, когда вы знаете, что вам нужно, например, улучшить видеопроизводительность или просто закинуть оперативки. В этом случае вы, даже не сильно разбираясь, можете купить отдельные компоненты. Даже если вы выбрали путь с покупкой готового компьютера, у вас все равно есть два пути. Во-первых, вы все равно можете воспользоваться конфигуратором, сами набрать нужные компоненты, просто отправить на сборку и забрать готовый компьютер. Либо выбрать вообще из готовых вариантов, уже таких может быть в некотором смысле компромиссных, но тем не менее выбрать что-то для себя вы все равно сможете. Но здесь надо иметь в виду вопрос гарантии. Когда вы покупаете компоненты по отдельности и ставите их сами туда, в этом случае у вас могут быть проблемы с гарантией, потому что вы могли его неправильно установить или производитель что-то начнет хитрить. Покупая компьютер в сборе, вы получаете гарантию на всю систему, на весь системный блок, и она будет единая, и это удобно. Лично я не стал бы покупать полностью готовый заранее собранный на заводе компьютер, потому что там определенные компромиссы все-таки есть. Для снижения цены где-то сэкономили на некоторых компонентах, плюс опять же с той же гарантией могут быть проблемы. Поэтому я придерживаюсь двух первых путей. Первый это наборка компонентов самому и последующая сборка дома, если вы хоть немного разбираетесь, и руки более-менее прямые. И второй вариант это конфигуратор, где вы набираете все, отправляете на сборку и забираете готовый компьютер. Вот эти два варианта на мой взгляд кажутся наиболее оптимальными. А покупка готового системного блока с завода, ну, это такой вариант. Он может подойти, например, для офиса, когда нет особых требований к системе. А если берете компьютер для дома и тем более для игр, лучше все-таки немного вникнуть. Если вы все-таки хотите немного сэкономить, и хотя бы с третьей попытки отличить процессор от жесткого диска, то я бы вам все-таки советовал вариант с апгрейдом старого компьютера. Потому что в данном случае вы, чуть-чуть разобравшись, сможете понять, что именно вам нужно заменить, и дожать оставшиеся соки из того, что у вас есть. Как минимум, вам не придется менять корпус, может быть, даже накопители, материнскую плату, которая служит долго и так далее. То есть экономия может оказаться довольно существенной. Главное преимущество, которое вы получите при самостоятельном частичном апгрейде компьютера, это полный контроль над тем, что происходит у вас внутри. А заодно вы сможете строить планы на будущий апгрейд. Например, сейчас меняете видюху и понимаете, что примерно через полгодика у вас будут деньги на то, чтобы поменять процессор. Сразу начинаете откладывать, готовитесь его купить и вот так постепенно все это делаете. Ну и да, у вас будет отдельная гарантия на все компоненты. Но, как я уже сказал выше, тут надо понимать, готовы ли вы взять на себя эти риски. Потому что в некоторых случаях вы можете лишиться этой гарантии, если, например, что-то неправильно установите. В общем, тут, как всегда, все зависит от коэффициента приматы рук. Думаю, вы понимаете, что если компьютер сказал и выпустил дымок, то в этом случае, скорее всего, проще будет купить новый компьютер, чем копаться на пепелище и искать те компоненты, которые еще работают, и пытаться их как-то оживить. В остальных случаях, возможно, варианты, и об этом мы уже поговорили. А сейчас давайте поговорим о том, когда нужно менять компоненты по отдельности и что выбрать. Начнем с процессора, ведь именно он отвечает за общую производительность компьютера, поэтому если его характеристики будут неактуальными на сегодняшний день и, мягко говоря, сильно устаревшими, то об общей производительности стоит забыть. Замена процессора — это такое явление, с которым затягивать точно не стоит, особенно если ваши игры или программы начали подвисать. Играть стало некомфортно, таблица загружается долго, а общая скорость работы заметно снизилась, что подтверждается программами тестирования. Кстати, очень советую время от времени ими пользоваться и записывать результаты, чтобы в динамике посмотреть, как работает ваша система, или просто придумать какое-нибудь собственное тестирование, то есть определенный сценарий работы, по которому можно объективно оценить работоспособность системы, загрузка приложений, скорость обработки данных и так далее. И время от времени тоже проводить этот тест, записывать результаты, и так вы поймете, действительно ли ваша система стала работать хуже, или вам просто хочется большего. Кстати, если вам хочется большего, то в этом случае тоже стоит задуматься об апгрейде. Просто выросли ваши требования. И для геймеров подтормаживание процессора при всей кажущейся его незначительности, многие просто думают, что видеокарта важнее, тоже очень существенно, потому что старый и неактуальный процессор может на корню убить все возможности новой, актуальной, мощной видеокарты. А кому хочется играть в 30 FPS? Мне не хочется. Куда лучше, когда их хотя бы 50 или 60. И в этом случае тоже стоит задуматься об апгрейде. Главное, на что стоит обратить внимание при апгрейде процессора, это сокет, потому что он не всегда совпадает. И если он не будет соответствовать, то это примерно то же самое, что запихать VHS во флопе дисковод. В целом, если по частям и посильнее ударить, то что-то у вас получится. Но финал быстро придет и одному, и другому компоненту. Поэтому обязательно обращайте внимание на сокет. Без него вы просто не сможете установить процессор на вашу материнку. И, возможно, если вы купите не тот, вам просто придется покупать новую материнку. Поэтому обратите на это внимание перед покупкой. Наверное, один из самых простых способов проапгрейдить ваш компьютер, это установить туда новую оперативную память. Или просто добавить ее дополнительно. Это может оказаться очень недорого, но в некоторых случаях существенно повысит производительность. Главное, обратите внимание на то, какой максимальный объем оперативной памяти поддерживает ваша материнка, какую частоту оперативной памяти поддерживает ваш чипсет, и какой тип оперативной памяти у вас поддерживается. В этом случае вы сможете выбрать компонент под себя. Ну да, учитывайте всегда совместимость с другими компонентами. Это очень важно. Несмотря на то, что это самый простой способ апгрейда. Раз уж мы заговорили о материнской плате, то стоит сказать, что этот компонент компьютера очень редко нуждается в апгрейде. Как правило, она служит очень долго, особенно если вы вначале заложили чуть-чуть побольше денег на ее покупку, что я всегда очень рекомендую делать. Но ее замена все равно может потребоваться. Например, в том случае, если вы выбираете новый процессор и не совпадает сокет, или не подходят параметры под оперативную память, которую вы хотите установить, ну или если у вас не хватает разъемов, например, устаревшие или просто в недостаточном количестве установлены SATA разъемы. В этом случае придется менять материнскую плату. Но, как правило, этот компонент меняется очень редко. А поскольку материнская плата завязана на все остальные компоненты, то еще раз подчеркну, что при ее покупке, покупаете вы ее сейчас или только планируете купить, всегда имейте в виду, что лучше чуть-чуть доплатить и взять что-то получше с более новыми технологиями. Потому что в этом случае она просто элементарно прослужит вам дольше. А менять ее под какие-либо компоненты довольно сложно. Подберете под сокет, не будет соответствовать оперативка. Подберете под оперативку, не будет соответствовать стандарт PCI-Express и так далее. Поэтому лучше сразу берите что-то получше. Видеокарта Видеокарта – один из самых дорогих компонентов компьютера. Особенно, если этот компьютер вы используете для игр, видеомонтажа, высокого разрешения 3D-рендеринга и тому подобного. В рабочих компьютерах очень часто видеокарты либо вообще нет, либо устанавливается какая-нибудь затычка просто для вывода изображения. Но очень часто для рабочей системы, обычной, на которую вы не планируете играть, подойдет встроенного графического ядра в процессор. И эта система тоже имеет место быть. При этом на таких компьютерах можно даже поиграть. Конечно, расширивать на 100-120 FPS вам не придется, но даже в хорошие игры с относительно играемой частотой кадров можно будет поиграть. Ведь именно игровая видеокарта сама по себе отвечает за плавность картинки и ее качество. А это так важно в играх, рендеринге 3D-моделей, просчете видео и тому подобном. Но это абсолютно бессмысленно в работе с таблицами, текстовыми редакторами, браузерами и тому подобном. Не трудно догадаться, что в игровом компьютере замена видеокарты требуется, когда вам не хватает частоты кадров. Особенно в сложных динамичных сценах. Например, где есть дым, какие-то мелкие детали, которые движутся очень быстро и тому подобное. Она просто не может их нормально просчитать. Да, ее производительность могла упасть, если у вас какая-нибудь старая модель. Может быть, просто вышла новая, более требовательная игра, вы пытаетесь поиграть в нее, и с предыдущими все было нормально, а сейчас вот такая проблема. Но все равно видеокарту, как и остальную систему, желательно постоянно тестировать и понимать, упала ее производительность или нет. Если она не упала, а вам нужно больше, то это тоже не повод отказываться от апгрейда, просто это уже совершенно другая история. И вам надо понимать, готовы ли вы переплачивать ради какой-нибудь отдельной игры, например, в которую вы хотите поиграть сейчас. Меняя видеокарту, нужно обратить внимание на ее видеопамять, поддерживаемые технологии и, что немаловажно, на встроенные разъемы. Потому что информация передается на монитор именно по ним. Сейчас, как правило, используется HDMI. Ну, если у вас старый монитор без поддержки HDMI, например, с DVI или с чем-то подобным, вам стоит задуматься о покупке переходника. А чтобы не городить все это дело, возможно, стоит сразу купить видеокарту, которая поддерживает соответствующий разъем. Поэтому просто разверните ваш монитор, посмотрите, как подключается компьютер к нему, и купите видеокарту с таким разъемом, который вам нужен. Так будет проще, лучше, и не придется ничего дополнительно придумывать. Ну и, конечно, да, не забывайте про версию PCI-Express и прочие особенности совместимости с материнской платы. Я это уже сказал, но здесь не грех повторить. Многие недооценивают важность накопителей, думая, что от них зависит только то, сколько мемасов или серии любимого сериала вы сможете сохранить. Но это совершенно не так, потому что у них есть один очень важный показатель. Скорость. Я сейчас даже не говорю о надежности. Просто замените ваш старый жесткий диск на современный, пусть даже и относительно недорогой SSD, и от того, насколько быстрее будет работать ваш компьютер и загружаться система, вы просто аху... А еще, если вы давно не меняли свой накопитель, и у вас установлен какой-нибудь старенький жесткий диск, то надо иметь в виду, что со временем они могут начинать работать медленнее. Особенно жесткие диски. А вычисления — это чтение и запись данных. В некоторых случаях скорость чтения и записи не так критична, но, как правило, она отвечает очень за многое. И даже если у вас мощный вычислительный компьютер, он просто споткнется об это бутылочное горло, что и не сможет нормально работать на своей максимальной мощности. Поэтому я всегда очень советую хотя бы для системы и критически важных приложений купить пусть небольшой, но SSD. Пусть это будет 128 или 256 гигабайт для основных приложений и вашей винды, но и запускаться она будет быстрее, и работать все будет намного быстрее. А если вам надо хранить много данных, можете сэкономить и докупить жесткие диски. Благо в современных корпусах всегда есть место, куда их установить. И есть еще две очень важные вещи, на которые стоит обратить внимание, если вы делаете апгрейд вашего компьютера. Многие о них забывают и недооценивают их. Догадались, о чем речь? Естественно, я говорю о блоке питания и системе охлаждения. Многие недооценивают их. Мол, есть они, работают, провод в него входит, питание выдает и отлично. Вентилятор тоже вроде крутится и все хорошо. Но, делая апгрейд вашего компьютера, вы могли установить, например, более требовательный к питанию процессор или более мощную видеокарту. И в этом случае питание им нужно больше. Я всегда говорил, что под будущий апгрейд надо всегда покупать более мощный блок питания, чтобы у него было хотя бы 20-25% запаса мощности. Но, когда вы поменяете ваш проц, или видеокарту, например, надо обязательно посмотреть, сколько мощности прибавилось. И если вы приходите к тому, что блок питания будет работать на максимальной мощности, его тоже придется заменить. Ну, или выбирать компоненты так, чтобы блок питания не приходилось менять. Тут придется подумать чуть-чуть подольше. Да и сам блок питания периодически может подходить к концу, и его тоже надо будет заменять. Например, если ваш компьютер выключается сам по себе, или блок питания начал шуметь, в этом случае тоже стоит задуматься об апгрейде. Стоит он не очень дорого, но в этом случае вы просто обеспечите вашу систему нормальным питанием, и работать она будет лучше. И да, опять же, когда покупаете новый блок питания, учитывайте все компоненты, включая каждую подсветку, каждый вентилятор, каждый жесткий диск, сколько он потребляет, складывайте это воедино и покупайте с запасом мощности в 20-25%. Ну, или просто воспользуйтесь конфигуратором блоков питания на xcomshop.ru. Это бесплатно. А еще новые компоненты могут начать выделять больше тепла, и к этому тоже надо быть готовым. Особенно, если вы меняете процессор и видеокарту на какие-то существенно более мощные. В этом случае, возможно, вам придется докупить новые вентиляторы в корпус, поставить новый башенный кулер для процессора и тому подобное. Потому что компоненты, которые перегреваются, могут либо полностью выйти из строя, но это в худшем случае. А в лучшем случае они будут просто работать не так, как должны, потому что будет срабатывать система защиты. Или они будут быстрее изнашиваться, что тоже не очень приятно. Охлаждение компьютера стоит контролировать при помощи специальных программ. Их огромное количество на любой вкус, их всегда можно скачать, нагуглить, никакой проблемы в этом нет. Но всегда проверяйте компоненты. Если их температура приближается к критическим значениям, то в этом случае обязательно надо проапгрейдить систему охлаждения. Я не говорю об установке водянки. Хотя бы просто докиньте вентилятор в корпус или установите новую башню на процессор. Компьютер вам только скажет спасибо. Ну и сами по себе вентиляторы тоже иногда надо менять. Например, если они начали шуметь. В этом случае им, скорее всего, все равно скоро придет конец. Поэтому просто сразу поменяйте их. Они стоят не так дорого и просто будут работать намного эффективнее. Апгрейд любого компьютера сложная и комплексная задача. Иногда проще контролировать компоненты по одному и менять их отдельно. Иногда проще купить готовый компьютер. Там есть свои нюансы. Об этом я тоже рассказал в этом ролике. Но, как показывает практика, всегда проще и дешевле разобраться в каком-то деле и делать все самому. В этом случае вы сможете вычленить один компонент. Например, вам просто не хватает оперативки или у вас стал медленнее работать жесткий диск и из-за этого начал тормозить компьютер. В итоге за 5-6 тысяч рублей вы можете привести его в изначальное, а то и в лучшее состояние. Ну а новый компьютер вам будет стоить десятки тысяч рублей. Поэтому думайте, на что вы готовы. Либо вы покупаете новый компьютер, если это печатная машинка. Иногда, может быть, даже это будет выгоднее. Либо вы просто разбираетесь в компонентах и апгрейдите их по одному. Каждый ищет свой путь. Ну а на этом у меня на сегодня все. Пишите в комментариях, что еще вам интересно было бы узнать. Иногда мы делаем такие базовые ролики для начинающих, потому что нас смотрят не только профессионалы, которым эта информация может показаться банальной, но и новички, которые не очень хорошо разбираются в технике. И им тоже надо помочь, потому что они тоже в нашем комьюнити. Ну и, конечно, пишите в комментариях какие-нибудь интересные истории, которые у вас были с апгрейдом компьютера. Сгорела какая-нибудь планочка, какой-нибудь проводочек, и вы из-за этого покупали новый корпус? Или, наоборот, вы ее вычленили, поняли, как ее заменить, существенно сэкономили? Все это туда в комментарии. А перед этим лайк, колокольчик и подписка. Если вам понравилось видео, отблагодарите нас и, конечно же, оставайтесь с нами на связи. Ну и до новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok